Ребят, приветик, я Штукенция. Сегодня я вам расскажу про Бусти и как блогеру развиваться на этом ресурсе, зачем он блогеру нужен и почему сейчас это один из основных способов и продвижения своих роликов и вообще монетизации. Не так уж много сервисов осталось, если вы живете в России, ну а также если у вас русскоязычная аудитория, то тоже монетизация на ютубе сейчас не работает, патреон недоступен, другие сервисы тоже многие недоступны. В итоге Бусти стал таким чуть ли не главным на сегодняшний момент ресурсом для монетизации, для дополнительного продвижения и так далее. Какое-то время назад я себе сделала Бусти, попользовалась им, поняла примерно как на нем зарабатывать, уже начала даже зарабатывать. Сейчас я вам расскажу всякие основные фишки этого ресурса. Ну, во-первых, мы заходим на сайт, вот так он выглядит и здесь есть кнопочка регистрация. Зарегистрируйтесь, даже если вы не собираетесь делать свой Бусти, потому что через этот сайт вы можете взаимодействовать с огромным количеством блогеров, авторов, аниматоров, креаторов разнообразных. И сейчас уже очень много разных людей есть, поэтому интересно бывать на этом ресурсе, читать там какие-то посты, может быть с кем-то общаться, кому-то написать сообщение. Так что зарегистрируйтесь и посмотрите, вдруг вам тоже подойдет этот сайт. Сначала я так скептически к нему относилась, потому что у него был не очень богатый функционал первое время, и он очень сильно проигрывал патреону. У него даже не было личных сообщений, не было настройки удобной. Но, как оказалось, реально сейчас он развивается очень быстро, и буквально за несколько месяцев появились все основные функции, которые были. Можно сейчас делать цели, очень удобно все настраивать. И сейчас это стал один из моих любимых сервисов вообще для монетизации. Как, что здесь вообще происходит? Здесь у вас есть своя главная страничка. Вот это моя страничка, она называется штукенция. Буду рада, если вы тоже на меня подпишетесь. Кстати, не обязательно подписываться платно, можно подписываться бесплатно на людей. Смотрите, для этого есть кнопочка, называется отслеживать. Если вы ее нажмете, вы таким образом подпишетесь на автора, но это будет бесплатная подписка. Она дает то, что вы можете просто следить за активностью на страничке, можете что-то писать, если открыты где-то комментарии. Ну, в общем, просто как подписка. Также вы можете через этот сайт настроить, чтобы вам могли перечислять деньги. Здесь есть несколько способов. Это очень важный момент, не сразу очевидно. Здесь есть первый способ. Это подписаться на какой-то определенный уровень подписки. Вы создаете вот эти уровни. Здесь у меня, например, создано сейчас три уровня. Первый уровень называется покорми кота за 160 рублей в месяц. Второй уровень такой, и третий такой. Эти уровни, сейчас я вам покажу, как их создавать. Сейчас я зайду в свой аккаунт. Вот это мой аккаунт. И вот здесь, если вы вниз прокрутите, здесь есть в самом низу кнопочка, называется добавить подписку. Ну, когда вы уже в своей страничке зашли, зарегистрировались и создаете. Вот эта кнопка добавить подписку, она как раз-таки создает вот эти цели сбоку. Уровни подписки. И это ежемесячная подписка, по сути, как бы аналог, как на патреоне. То есть человек, если нажмет подписаться, это будет платная подписка, к примеру, 160 рублей в месяц с его карточки будет сниматься. И, соответственно, он на вас подписан все время. И просто ежемесячно снимается вот такая сумма денег. При этом ваш подписчик, он, естественно, в любой момент, или вы как подписчик, можете отменить эту подписку. Допустим, вы подписались на 160 рублей в месяц, в следующем месяце вы решили отписаться, вы отписываетесь, и уже ничего не будет сниматься. То есть это такая, как, ну, реально аналог или спонсорство на ютубе, или аналог патреона такого классического. Но это еще не все. Это очень интересная система Boosty. Они сделали дополнительные возможности монетизации, очень прикольные. Значит, с этими разобрались, с уровнями. Добавляются они тоже очень просто. Вы просто нажимаете тут добавить подписку, появляется уровень, вы там пишете, что, название, какую-то картинку прибавляете, и какие бонусы вы будете предлагать людям ежемесячно или за эту подписку. Можете посмотреть, как делают другие блогеры, в целом самому что-то придумать. Здесь нет чего-то такого необычного. Здесь в Boosty есть очень необычная новая штука, называется цели. Цели, это очень похоже на сбор донатов на стримах. Помните, когда стримеры делают какое-то свое видео, они делают такие полосочки на стриме. Ну, вот, например, у меня со стримлап вот такая есть полосочка, видите, вот снизу появилась. Ну, такие аналог стримерских полосочек. Кстати, если вам интересно про донаты нам на стримах, напишите в комментариях. Можно тоже про это что-то сделать, интересное видео. Может быть, даже на нашем канале «Школа стримера». Это у нас есть YouTube-канал для стримеров. Так вот, здесь есть тоже вот такие же цели. Смотрите, мы прокручиваем вниз. Вот. И мы видим вот здесь цели. Видите? Цель. Первая цель. У меня там 4 из 15 платных подписчиков. Я пишу, сколько я хочу собрать подписчиков, и это появляется как цель. То есть цели бывают финансовые и нефинансовые. Вообще, очень тоже интересная вещь. Это не обязательно денежная история. Вот смотрите, у меня есть одна нефинансовая цель. Это платные подписчики. Сколько людей прямо сейчас, на сегодняшний момент, из платных вот этих вот подписок, которые справа уровня, на меня подписаны. Вторая вещь, это, например, финансовые цели. Вы можете делать любое количество этих финансовых целей. Ну, вот я, например, придумала такую цель. Я хочу собрать 10 тысяч рублей в месяц, чтобы оплачивать свою еду. Ну, вот как блогер, я посчитала, сколько моя еда стоит в месяц. Я так не очень, в общем, дорого питаюсь, как вы поняли. И если я соберу столько денег в месяц, то я могу сосредоточиться на создании контента. И вот, значит, я собрала вот такую там сумму из такой-то суммы. Это донаты. В общем, здесь люди могут вам перечислять донаты либо на какую-то цель, вы можете писать на веб-камеру, вам нужен микрофон, на поездку, на съемку нового видео, на контент, на что-то, что вы показываете в видео и так далее. Вы собираете на что-то конкретное. Не просто типа ежемесячно, а вот на какую-то конкретную цель. Этих целей, опять же, может быть сколько угодно. И вы можете их добавлять вот здесь, прокручиваем вниз. Называется «Добавить цель». Вы ее нажимаете, и у вас появляется. Я хочу набрать определенное количество подписчиков. Например, допустим, я хочу собрать столько-то подписчиков. Или вы можете собрать деньги разовыми платежами. Вот выбираете «Хочу собрать деньги», какую сумму вы хотите собрать, и описание цели. То есть очень просто добавлять. Интерфейс, кстати, супер классный. На Boost мне очень нравится интерфейс. Все очень понятно. И вот вы добавляете цель, и она здесь появляется. И, соответственно, люди могут перечислять любую сумму на этот донат. И это не является ежемесячными платами. То есть еще раз. На Boost есть уровни подписки. Это ежемесячные платы. Человек подписался, и ежемесячно вас поддерживает на какую-то сумму. А другое дело – это сбор денег на какую-то цель. Допустим, вам однажды человек просто единовременно перевел там 50 рублей, и все. И у него уже ежемесячно никакой подписки нет. Это интересная вещь. И вот здесь вот вы отдельно собираете на эти цели. Отдельно здесь, отдельно здесь. Причем те, кто подписался на вас на ежемесячную подписку, они еще отдельно могут донатить на какие-то цели. У меня есть, например, человек, он подписан ежемесячно и задонатил мне на цель. Точно так же не обязательно быть подписанным на ежемесячное, чтобы донатить на цели. Ну, вы поняли, это все разное. Еще, это еще не все. На Boost еще есть очень прикольный способ монетизации, называется продажа постов. Что значит продажа постов? Вы пишете какой-то пост, и он становится закрытым. Вот, например, видите, я сделала пост. Называется «Как понять, что это любовь?» Придумала такой пост. И, соответственно, я его пощу. И в настройках пишу, что этот пост доступен только тем, кто его купил. Ну, допустим, за 42 рубля. Вы можете назначить любую цену для этого поста. И можете сделать его доступным только для тех, кто купил. Соответственно, вот он у меня появился. Если кого-то этот пост заинтересует, кто-то захочет понять, как понять, что такое любовь. В моем исполнении вы, значит, человек за 42 рубля купит этот пост, и он у него откроется, и только он сможет его прочитать. Это еще один способ классной монетизации. Допустим, вы генерируете какой-то контент, вы пишете что-то интересное, вы делаете чек-листы, вы делаете какую-то полезную информацию. Так раньше вы ее просто публиковали где-то у себя в блоге. То есть, по сути, это как новый способ введения блога получается. Вы можете сюда видео вставлять. Например, давать какой-то ранний доступ к видео за определенную плату. Или просто делать какие-то эксклюзивные видео для конкретно бустя. И тоже делать их доступными только для подписчиков. Как это делается? Как сделать вот такой пост или как сделать что-то, что будет доступно только подписчикам? Для этого есть основная кнопочка на этом сайте. То есть, как вы вообще ведете бустя. Вы зарегистрировались, вы единовременно настроили вот эти уровни подписки. Один раз вот настроили и все. И они теперь у вас висят. Вы добавили какие-то себе цели. Тоже, в принципе, единовременно однажды добавили. Но вот они у вас тоже висят. Люди хотят донатить. И теперь, как вы ведете бустя. Вы, по сути, все время используете вот здесь вот две кнопочки. Вот как бы ваш профиль, да, под вашей фотографией внизу есть две основные кнопочки. Первая – написать пост. А вторая кнопочка – это создать трансляцию. Ну, про трансляции можно отдельно поговорить. Но это просто делать стримы для своих подписчиков. Тоже, кстати, интересная функция. Я еще ее не пробовала, поэтому я пока не могу ничего сказать. Может быть, позже попробую и расскажу. Ну, в общем, ну, это как, наверное, в Ютубе похоже. Ты можешь делать стримы для своих подписчиков, для тех, кто подписался на какой-то там уровень. Или просто для всех. Но самое главное, видите, вот это подсвечено желтой такой вот оранжевой кнопочкой. Это написать пост. Это основной способ введения бустя. Можно превратить свое бустя в аналог блога, в котором вы постоянно что-то генерируете, постоянно что-то постите, делаете контент. Вот, причем в этот пост, вот давайте вместе нажмем, мы сейчас внутри, да, написать пост. Вот, это главная страничка этого поста. Давайте я расскажу, что здесь к чему. Вот здесь вы пишете заголовок поста, например, привет. Это может быть заголовок поста. Дальше вы пишете что-то. Здесь какая-то информация, да, полезная информация. И также в этот пост вы можете добавлять фотографии. Вот нажимаете фотографию, появится место для выбора фото. Вы можете вставлять видео, вы можете добавить какой-то файл, текстовый, PDF-ку там и так далее. Или даже аудио. То есть вы в этот пост можете вставлять абсолютно любую информацию. Дальше, если вы прокрутите вниз, здесь есть тизер поста. Это такая информация, которую видят люди, которые не подписаны или не имеют доступа к этому посту. То есть, допустим, сверху вы сделали доступ, но здесь вот кто может смотреть. Если вы сделали открыт для всех, то, соответственно, никакого тизера уже нет. Потому что все видят этот пост и уже тизер не нужен. Если вы делаете только для подписчиков, вы можете выбрать уровень. То есть подписчики бывают разных уровней. Конкретно те уровни, которые вы сами придумали. У меня это три уровня. Покорми кота, подарок и побалуй. Соответственно, я выбираю, кому будет доступен. Если я выбираю самый нижний уровень, покорми кота, то все подписчики этого уровня и выше будут иметь доступ. То есть вы выбираете минимальный уровень, с которого этот пост будет виден. Я выбираю обычно всегда самый нижний, чтобы все платные подписчики видели пост, который для них предназначен. Дальше здесь есть галочка. Видите, подписчики или разовая оплата. То есть я могу сделать пост, который доступен всем моим подписчикам или тем, кто единовременно его купил. Он не хочет подписываться, просто взял и купил пост. Или вот это вот последний интересный момент. Это продажа постов. Вы можете сделать пост, который только продается за деньги. Вот пример поста, который я сделала на моем канале. Как понять, что это любовь? Он не доступен даже платным подписчикам. Он доступен только тем, кто отдельно купит этот пост за 42 рубля. Соответственно, вы можете настраивать по-своему, как хотите, чтобы подписчики видели или только те, кто разовый купил. Вы видите, очень на самом деле гибкая система. И вы можете написать стоимость поста. Вот там за 10 рублей продавать пост, за 50, за 100. Ну то есть вы можете выбрать нуль там за 1000, за сколько хотите. Выбираете любую стоимость поста и предлагаете своим подписчикам, зрителям его приобрести. То есть это какая-то такая своего рода донат. Вы с одной стороны что-то делаете, а с другой стороны вы не делаете это совсем бесплатно. Вы делаете что-то, что нужно людям и заодно зарабатываете. По-моему, классная идея. И еще здесь есть кнопочка выключить комментарии или включить комментарии. Вот сейчас они выключены. Серым показано это комментарии. Точнее наоборот. Сейчас комментарии включены. Как только вы создаете пост, по автомату комментарии включены. Выключены. Работают. Чтобы их выключить, нажимаем кнопочку и теперь они выключены. Тоже не запутайтесь. Сначала комментарии включены и они работают. Чтобы их выключить, мы нажимаем кнопочку и теперь они выключены. Обратно можем включить. Также можно сделать запланированную смену доступа. Это как только, допустим, вы сделали доступно только для подписчиков. Но потом через какое-то время хотите, чтобы пост стал доступен для всех. Мы можем сделать, что сначала, допустим, только подписчики, но через какое-то время, через неделю, все остальные подписчики тоже этот пост увидят. Очень гибко, классно, как бы такая отложенная получается публикация. Ну и вот как только вы все это сделали, вы можете к тизеру добавить обложку, если это закрытый пост, написать какой-то тизер. То есть, например, закрытый пост, его никто не видит. И вы можете к этому тизеру какую-то затравочку интересную написать, типа здесь суперважная инфа. Вот. И люди такие, о, здесь суперважная инфа, да, мне нужно, например, подписаться или купить, чтобы эту инфу увидеть. Ну и все, теперь мы готовы, как только все написано, допустим, для подписчиков и так далее. Добавили какой-то тизер и нажимаем кнопочку опубликовать пост. Как только вы нажмете опубликовать пост, он появится у вас вот здесь на страничке, и это будет видно всем вашим подписчикам. То есть, все подписчики, даже те, которые платно на вас не подписаны, они все равно увидят, что вы что-то опубликовали. Но просто они могут узнать, что, например, доступа к этому посту у них нет. Или, допустим, вы видео можете опубликовать, и тоже они само видео посмотреть не смогут, но они увидят, что вы что-то опубликовали, и какие условия к этому доступа. Купить, подписаться, то, все, пятое-десятое. В итоге, для меня Boosty стал вообще классным дополнительным источником дохода. С одной стороны, люди подписываются на ежемесячную подписку. Спасибо огромное, что подписываетесь. Очень приятно, очень классно, когда твое творчество нравится, его ценят и хотят подписаться. Также переводят донаты на определенные цели. Также сейчас я сделала первый сегодня платный пост, потом расскажу, как он будет продаваться, протестировать продажу постов. В целом, допустим, сейчас у меня 15 подписчиков. Это те люди, которые так или иначе в основном были подписаны на платные те или иные уровни, переводили донаты. В общем, кто-то подписывается, отписывается. В общем, это такая мобильная получается система. И в целом, на сегодняшний момент доход с Boosty у меня уже, ну, наверное, уже даже сейчас больше стал, чем с этого YouTube-канала, потому что на этом YouTube-канале вообще монетизацию практически выключили, как вы знаете, из-за, ну, из-за происходящих в мире событий. Вот, так что Boosty очень классно меня поддерживать. Если вы тоже хотите поддержать канал, меня, моё творчество и так далее, буду рада вас видеть, ответить там на какие-нибудь ваши вопросы, поболтать просто и так далее. Приходите ко мне на Boosty, создавайте свои Boosty обязательно, протестируйте этот сервис и напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы поняли, пока вы смотрели это видео, пока вы работали с Boosty, может, у вас уже тоже какой-то опыт накопился. Что я поняла самое главное, что касаемо Boosty, это нужно объяснить людям, что это такое, потому что ничего не понятно. Это новый сервис, не все понимают, как это работает, не все этим пользовались. И я даже, например, своим международным зрителям, у меня есть зрители из разных стран, и я даже им по-английски, вот видите, здесь написала, как это все работает, что можно платить, что идет конвертация, потому что раньше такой конвертации не было, и вот недавно я узнала, что она появилась, и, соответственно, людям, которые, допустим, из других стран, они могут спокойно тоже подписываться на Boosty, и с их карточек, и даже с PayPal, и с чего угодно идет конвертация, так что сейчас вот эти способы оплаты, они стали намного более удобными, и можно из любой страны это все делать. Так что, если у вас есть русскоязычная аудитория, ребят, попробуйте обязательно этот сервис, протестируйте, расскажите, что как, и мы с вами обязательно еще увидимся в следующих видео на канале Школы Блогера. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok